Итак, всем привет, ребята, шест... пятая, пятая, пятая партия турнира, турнира в Риге. Да, в этот момент я имел два с половиной очка из четырех, нужно было обязательно выигрывать. Следующую партию, тем более, отдали соперника, как вы видите, с рейтингом 2-300 с небольшим из Соединенных Штатов. Е4, С5, Паульсон, без коня на С6, опять же, фирменный вариант, А6, и тут мой сперник выбрал самый неприятный ход, С4, так играл Карлсон в матче против Ананда, и выиграл партию, которая по пути там был совершенным зевок, зевок десятилетия, этот удар конь Е5, Ананда прошел мимо, ну ладно, мы отклонились от темы, конь Ф6, конь С3. Ананда играл слон Б4, это основной ход, ну, вот Карлсон здесь показал идею Фернс Д3, хотя она была известна и до него, в той партии была конь С6, Фернс Д8, Кроль Д8, Е5, МД7, тут Карлсон сыграл слон Ф4, после слон С3 и БЦ Ананда не уравнял, мне кажется, что шансы на уравнение в основном здесь связаны с ходом Ф5, но в данной партии что-то слишком пресно, надо обыгрывать 2-300, поэтому сыграл ФЦ С7, А3, А3 это правильный ход, потому что иначе слон Б4 уже была неприятной угрозой, Б6, и тут мне кажется, что мой сперник смазал, то есть сильнее всего слон Е2, ну, после слон Б7 и Ф3, слон Е7, 2-0, 2-0, получается обычная южевая позиция, в частности, вот, в одной из партий финала против Вовы эта позиция встретилась, и Вова получил небольшой перерез белыми, потом, правда, не удержал его, но это уже другое дело, другой разговор, после Б6 слон Д3 у черных есть сильный ход КЦ6, и вот сказывается то, что ходом слон Д3 белые сняли бой с поля Д4, тут уже возникают конкретные проблемы, то есть если пойти слон Е3, ход выглядит логично, то есть сильный ответ КЦЕ5, и висит на Ц4, в случае какой-то такой защиты, то есть черные могут просто сделать ход с ЛЦ5, 2-0, уже есть конкретно Е4, например, и у черных явный большой перевес. В общем, тут много практических неприятностей, поэтому при отбежании худшего предпочтительно не поменять на Ц6. Ну, здесь после ДЦ 2-0, Е5 получается, достаточно типичная для этого варианта структура, вы ее уже видели в первой партии, в обзоре первой партии этого же турнира, там мне не удалось реализовать перевес, который возник за счет владения пунктом Д4. Здесь все сложилось несколько удачный, после ДЦ 3-0, С5. Опять же, в черных нет никаких проблем, РЗ-3, С6, ходом С6 я был достаточно доволен, потому что такая небольшая ловушка, причем в нее очень хочется попасться, вот какой бы ты здесь ход сделал белыми? Белыми? Слон же 5? Ну, так не хочется пойти. Ну, хочется, но... Ну, что, по идее тебе должно хотеться... Ну, я так просто там где-то убегу в 3-0. Ну, вот, мне как раз надеялся, что он так сыграет. Здесь после ЖЖ, ШП, ЗВ6. Слон Е7? Слон Е7 нельзя, что висит ловил, одержи 8, то есть белая волевая, выигрывая пешку, но мне казалось, что это посидится очень привлекательно для него. Ну, да, 7-0, линия уже, скорее. Слон очень сильный, поля. Да, и на H3 уже начинает пописать. Есть Ферзь Д7, вообще, наверное, ход. Ну, ход белых пока. Ну, белые бегут слона, скорее всего. Ну, в общем, компьютер это не отпустит, сколько нравится-то, но мне она нравилась, зачем? В любом случае соперник пошел Слон Е5. Может быть, он просто не видел Слон Е6. Может быть, отказался из-за этого варианта. Ферзь Е7. Не знаю, сильнейший ли Ферзь Е7 или Кун Д7. Немного лучше, трудно сказать. Король Х1. Опять же, комментировать нечего. Просто убирает белый король Айс под Эмьена. Однако, возможно, Кун Е2 сразу была посильнее. Айс 6. Ну, в блиц, например, многие из наших зрителей забрали бы на Ф6. Но, если присмотреться к этой позиции, то видно, что она сильно в путь у черных. Слабость на Ф6 и Ф7 никакого значения не имеет. Сейчас черный поставит кроля на Е7. Плоди по линии Д. Слон станет на Д4. Два слона скажутся. Очень сильные фигуры. То есть, тупого слона на Д3, который ограничен своими пешками, даже сравнивать нельзя, по-моему, с этим слоном. Ну, или со слоном Ц5. Поэтому, конечно, таксы, как она не была. Последовало слону Д2. А5. Ну, вот здесь, теперь довольно грамотно передислокацию силы. Осуществил конь Е2. Деда 8. Слон Ц3. И вот тут вот самым простым, может быть, самым сильным, было бы конь Д7. После чего у черных нет проблем, у белых тоже нет проблем после конь Ж3. Я решил немного подкрутить и пошел А4. А этот ход связан с жертвой пешки. То есть, если сейчас белый сделает какой-то простой ход в отдела Деда 1 или конь Ж3, забегая вперед, скажу, что так и было сыграно, то черный просто получит ТС за счет того, что они еще зафиксировали фланг. То есть, пешка на С4 слабая, пешка на Б2 слабая, Б4 не сыграешь уже никогда, из-за вся тебя она проходит. Ну, типичная идея. Заморозки фланга. Однако, белые могут взять на Е5. Ну, тут я сильно рассчитывал на ход СНЖ-4. При этом, почему-то, в основном, считал... Ну, СЖ-ФРС-Е5 даже считать не надо. Да, почему тогда... Почему не посчитать там слон Ф6? Ну да, тут видно, что человек просто уже перевес, когда он отсутствует репешки. Слон Ф6, то что я считал. Но здесь, мне казалось, что после слона Б3 Ф3... Слон Б3 Е7. Король Б3 Е7. Так, прошу прощения. Рожев, Владя Д3. Мне казалось, что у черных небольшой перевес. Мне кажется, что справедливо, на самом деле. То есть, лишняя пешка, по-моему, тут белая, мне особо в радость, на мой взгляд. Владя еще неактивный. Сейчас вторая пойдет на Д8. Ф2 слабость. Три слабость. В2 слабость. Ну, по А4 тоже слабость. Да, у белых есть шанс на ничью, но не более. Ну вот. Ну, поэтому я упустил из-за виду сильное возражение. Слон Ж4, у белых был ход Ф4. И... То есть, на кой нах5 просто Ф2. А на Владя Д3? Это ТС же. Сохраняется слон И5, который слегка удерживает позицию белых. Я собирался играть слон Ах3. С идеей на ЖА, Владя Д3. Ну, компьютер считает, что эта позиция перевес у белых. Не знаю, насколько это все очевидно, но... Была очень интересная идея. Мне даже стало неприятно, когда она была исполнила, на самом деле, Ф3, Ф3, Ф5, Ф2. И почему-то ход Ф3... До этого момента ход Ф3, Ф2, я не видел упор. То есть, ну, казалось бы, ужасная позиция для Ф3, но, с другой стороны, мой Ф3 тоже попадает под Ф4. Так, к счастью, тут все расставится как надо для меня. То есть, он Д6. Конечно, надо было играть Ф4, но тут у черных нет больших проблем. Ну, скорее, проблем могут быть только у белых, на самом деле. Ну, явно, мой спорник, вообще, переводил Ф3 на Ж2 совершенно другую идею. Было сыграло С2, это двойной удар. Однако черные могут защитить обе фигуры одним ходом. То есть, пешку на А4 и слону на Д6. Ну, и тут последовал яркий удар на Д6. На Д6, слон Е5. И, как ни странно, у черных только один способ здесь сохранить перевес. Правда, они очень сложные. Водя на Д2? На Д2 играть нельзя, и слон Ф4 приходится сдаться на Д2. Надо играть ладью, но важно убрать ее не на Д8, а именно на Д7. Потому что, смотря на Ф4, есть сильный ход ферз с Д8. Мне очень нравилась эта перестройка, потому что, неожиданно оказывается, что инициатива, на самом деле, у черных. И именно они хотят заехать на Д2. Ну, плечевой вариант такой, слон Ж7. Падаем на ладью, ладья Ж8, слон С3, прикрывая поле Д2. Однако, страдает слон С4, и на любую защиту коня ладьей просто взяли, взяли шах. И, ну, белым приходится делать очень неказистые ходы. И даже в этом случае, скорее всего, в черных... А почему качество не повесит? А, ладья падает, все понятно. Ладья падает. Да, тут вот. Тоже что-то падает. Тем более, ну, видно, что инициатива для себя на учет. Да, поэтому слон Ж7 не работала. Но если слон Ж7 не работает, то бенам явно не хватает контр-игры. То есть, после тяжких, долгих раздумий последовала кон Ж3. На самом деле, последним шансом была ферзь Ж3, после чего там... После Ф6, слон С3 позиция еще не так ясна, на самом деле. А после кон Ж3 все заканчивается. Потому что следует Ф6, слон С3, слон С4. Еще нападая на ладью, ладья Ж1. Во избежание трюков с последней горизонтальной. Кограна ладья Е1 был возможен ход на Д2. Ну, а тут после черных раздумий, слон бьет Д3. Мне кажется, что мой спернят недооценил ход ладья бьет Д3. Потому что хочется играть конь бьет Д3, с идеей дать мат. Туда после ладья Ф1, какие-то вопросы остаются, потому что конь идет на Ф5, ферзь на Ж3. Ладья Д3 сильнее, потому что конь Ц5 привязывает белых к пешке Е4. А ферзь теперь не может выйти через Ж3. Остается в этой пассивной позиции. Да, я не буду выголыривать вообще. Да, было сыграно Е5, напрашивающийся ход. Ну, после ФС на Е5, черные просто закончили развитие. Довольно вовремя, всего лишь 30-й ход. Ну, и оказалось, что белых нет, я дам ресурсов продолжение бьет. К празднику подошли. Да. Конь НЖ5 это было сыграно или уже все? Нет, последовало конь НЖ5, конь Е4, висит мат. Ладья Ф1, но и ферзь скачал на Р4, и эта позиция безнадежна. То есть, на конь Ж7, на конь Ж3. Поэтому мой соперник сдался. Да. Интересная партия. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Это у нас был Пятый Тур. И всем спасибо за внимание. Всем спасибо.